Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И мне казалось, что это круто, прикольно, что так много всего на себя надевать Каждый, кто тренируется в системе своего клуба в родном городе, конечно, есть желание прогрессировать Из детской школы переходить в молодежку, из молодежки в СВХЛ, в КХЛ Эмоции были на тот момент прямо вау Тем более, что на тот момент я не проходил полностью предсезонную подготовку с командой КХЛ Меня уже подтянули больше к предсезонным играм, к турнирам На турнире в Челябинске я сыграл первые три игры И потом оставили, как-то потихоньку-потихоньку работали, старались, цеплялись за место Это был мой, так сказать, первый опыт переезда И ладно, это было с команды в команду Это первый опыт переезда еще такой был сразу из страны в страну То есть, наверное, это добавило больше самостоятельности Потому что здесь когда ты один, десятик будет Плюс это все надо накладывать на то, что там график немножко другой Там нет ни домашних серий, ни выездных Там ты постоянно на игру ты едешь в день игры Поэтому здесь пришлось как-то корректировать, изменять свой режим жизни Это, наверное, самое важное В плане финнов я бы не сказал, что они менее эмоциональны Потому что есть же поговорка вот эти горячие финские парни Они-то в плане вспыльчивости и всего остального Мне кажется, фору-то дадут любому Вот там просто немножко другое отношение к этому То есть я не могу сказать, что они больше профессионалы, чем мы Они ко многим моментам просто относятся проще Если у нас какое-то есть сопереживание Что там партнер неудачно сыграл, либо травму получил Либо кто-то ошибся, либо сам-то ошибся Все равно ты пытаешься проанализировать и какие-то выводы сделать А там они относятся к этому как должному Что было-было и через секунду он уже об этом забыл На самом деле, если бы я не хотел сменить обстановку Я бы не принимал квалификацию Здесь я осознанно шел на этот шаг И поэтому это были скорее всего такие 7 дней легкого волнения Потому что ожидания повторят, не повторят Получится, не получится Но в итоге случилось так, как случилось, и это хорошо Гори, грач! Это было хорошо Хороший D2D от меня Иди, мяч, иди! Уэйн, грач, пик Пробей, пробей, пробей! Фортёр, фортёр! Ты можешь прыгать без изменений Как один большой шаг Для полгода Здорово, здорово Подушить его надо Как я уже говорил, что в последние пару лет Чем больше на тебе ответственности Тем сильнее ты наступаешь себе на горло Конечно, всем хочется и забивать, и отдавать И радоваться И показывать какую-то сумасшедшую статистику Но, повторюсь, ты можешь забить 2-3 гола А, допустим, ошибся и пропустил еще 5 И команда в итоге проиграла 2-5 Кому будет хорошо твои статистики? Никому абсолютно А если ты даже не забьешь, но команда выиграет 1-0 Это будет тогда в копилочку для всех Потому что у нас не индивидуальный вид спорта У нас, в первую очередь, же командный результат стоит во главе угла Поэтому здесь нельзя четко говорить о том, какой ты атакующий, обороняющийся Понятно, что ты защитник, в первую очередь Ты должен хорошо уметь обороняться Но сейчас хоккей такая игра, что у нас 5 человек играют в атаке И 6 человек играют в обороне Поэтому здесь ты должен уметь одинаково хорошо и обороняться, и атаковать Команда сейчас находится на этапе строительства Но уже сейчас видно, что, в принципе, нету никакого там ни кучкования, ничего Да, сейчас в процессе работы еще есть время впереди Еще будем больше притираться В работе знакомиться друг с другом Как на льду, так и вне льда И здесь я только позитивные вижу моменты Потому что с первого дня, как я сюда приехал Все друг друга подбадривают Все со всеми, каждый с каждым общается И опять повторюсь, никто не смотрит, сколько тебе лет То есть ты помладше, постарше Все с друг другом как друзья Классно быть винтиком в этом процессе При условии, что это нормально Что любая команда должна ставить перед собой только высшие задачи Потому что если ты будешь ставить перед собой цель Просто поиграть, просто попасть в плей-офф Ну, тогда можно попал Ну, мы попали в плей-офф И дальше уже можно не играть Иначе смсу Да и цель любого спортсмена Независимо командный Это вид спорта, либо индивидуальный Все же хотят достигать определенных целей Выигрывать соревнования Получать кубки, медали Просто если ты не будешь ставить цель перед собой Продвигаться как можно дальше Как можно выше полутурнирной таблицы Как можно выше на пьедестал То, я считаю, нет смысла вообще выходить Проще тогда сразу выкинуть белый флаг И сказать, извините, но мы сегодня Ну, не будем играть с вами